Что делать, если у тебя нет продаж на зоне? И как всего за три шага сделать так, чтобы твой товар был в топе? Обо всем этом сегодня в видео. Меня зовут Рома Райт, на этом канале рассказываю про маркетплейсы и дизайн для них. Поехали! И первое, о чем нам надо уточнить, это то, почему вообще у твоего товара может не быть продаж. И на деле это все всегда сводится всего к двум пунктам. Первый, к твоему товару нет доверия. Второй, это у твоего товара слишком высокая цена. И если мы говорим о первом, о том, что к нему просто нет доверия, то здесь наша задача будет его поднять. Каким образом вообще мы поднимаем доверие к нашему товару? Ну, это в том числе и качественные фотографии, это и инфографика, хорошее видео, рич контент. И если это все правильно и хорошо сделано, то даже самовыкупы здесь не нужны. Но самовыкупы также являются способом для того, чтобы поднять доверие к твоему продукту. И, соответственно, чем больше у тебя вот этих вот всяких факторов того, что влияет на доверие конечного покупателя, то тем больше вероятность того, что даже несмотря на ценник в сравнении двух одинаковых товаров, он выберет именно тебя. А если ты хочешь научиться продвигать каждый свой товар на первые места, приходи ко мне на интенсив по Озон. Там в подробнейших уроках я рассказываю все о том, как заказать и выбрать товар из Китая, как считать юнит экономику, как найти товар с маржинальностью от 30 и выше процентов. Помимо этого, я подробно рассказываю о том, что такое Озон, как правильно с ним работать, как оформлять свою карточку, начиная с описания, заканчивая простой инфографикой. Все про поставки на Озон, а также есть два крутых модуля. Первым я расскажу про рекламу, то, чего ты никогда не видел на YouTube, в том числе и на моем канале. А во втором будет модуль про аналитику. Во-первых, мы поймем, как эту самую аналитику сделать правильно. А во-вторых, что более важно, это то, что тех, у кого есть тариф, я лично возьму на свой разбор. И мы вместе с вами составим небольшой план по тому, что вы можете обновить, сделать, почему у вас сейчас меньше продаж, чем могло бы быть. И распишем такой небольшой план. Ты получишь от меня его лично. Скидка 40% уже доступна по ссылке в описании. Переходи сейчас. Обучение на чат можно прямо сейчас, потому что обучение в записи, а поддержка в чате от меня будет действовать на 60 дней. На 60 дней действуют, опять же, и все уроки этого обучения. Доступ в закрытый чат селлеров в подарок к каждому тарифу. И увидимся с тобой уже на обучении. Давай переходить дальше к видео. Ну, а следующий фактор, на который доверие уже не так сильно влияет, но он тоже очень важен, это то, что если у тебя цена не конкурентна, то тогда, конечно, тебе гораздо сложнее со всем, о чем я сказал до этого. И даже если у тебя есть вообще все, то вероятность того, что у тебя просто не будет продаж из-за того, что у тебя сейчас просто ценник на 200 рублей выше, она очень большая. Хотя, опять же, например, у меня все мои товары имеют там плюс 20% к средней стоимости таких же на Озоне, и в целом с правильным оформлением это все до сих пор работает. Шаг второй. Запускаем платную рекламу. И здесь на Озоне на самом деле все очень и очень просто. Если торгуешь какое-то время, то знаешь, что на самом деле реклама у Озона крутая, но по меркам того, что существует в принципе. Единственное, о чем мы можем здесь сказать, о том, что за рекламой нужно следить. Поэтому вначале, когда мы ее достраиваем, во-первых, обязательно посмотри вот это вот мое видео про то, в какой ситуации, какой формат рекламы тебе нужен на Озон. Оно очень крутое. А во-вторых, обязательно вначале просто сделай на клики, потому что клики это самое простое. Клики это история про трафареты, которые показываются на самой теплой тебе аудитории. И тем самым ты сможешь сделать так, что у тебя будет гораздо больший охват именно в твоей целевой. Потому что показы тебе пока что еще не нужны. Если мы говорим о том, когда у нас нету продаж, то мы настраиваем трафареты за клики в радиусе конкурентной ставки или немного ниже того, которое тебе показывается как конкурентная. Тестируем. После чего получаем свои первые данные о том, насколько мы смогли сформировать доверие к своему товару. И после чего уже можем это как-то менять. Смотреть за ценой ставки. Смотреть за тем, чтобы у нас откручивался наш ежедневный бюджет. И после чего смотреть опять же в том числе и за CTR. CTR не всегда влияет на количество продаж. И иногда хороший CTR, точнее, если правильно сказать, хороший CTR не всегда равно много продаж. CTR это кликабельность твоей обложки. Но она также важна. Потому что чем выше у тебя будет CTR, тем, во-первых, выше у тебя будет показывать поиски и больше с Amazon. Потому что ему становится это выгодно, когда идет оплата за клик. А во-вторых, это то, что ты будешь понимать, что на данный момент ты более привлекательный, чем был, допустим, со своей прошлой обложкой или еще с чем-то. А это значит что? Что у тебя из-за этого, скорее всего, увеличится продажа. Но почему это не работает не всегда? Потому что даже несмотря на то, что обложка может быть кликабельной, сама эта графика может не продаваться. Как это мы можем понять? Во-первых, просто перейти в аналитику. После чего зайти в статистику тех товаров, которые сейчас находятся в трафаретах. И посмотреть их процент добавлений в корзину. И после чего посмотреть то, а сколько в итоге от этого процента заказали наш товар. И иногда ты обнаруживаешь для себя очень и очень интересную статистику. Добавление в корзину 100, купили 10. Иногда это нормальная статистика. Но где-то этот процент может быть гораздо больше. И доходить в том числе и до 50. Почему покупатели чаще выбирают не твой товар, а какой-то другой? При том, что они уже дошли, казалось бы, до финального шага. Это добавили твой товар в корзину. Ну и здесь на самом деле все просто. Первый. Те доказательства, которые мы им предоставили с помощью оформления нашей карточки, их не убедили в том, что именно нашу карточку, наш товар нужно выбрать. И они выбрали конкурента. Либо же второй вариант. Элементарно. Человек посмотрел цену нашу, посмотрел цену нашего конкурента и выбрал по цене. Тогда, ну опять же, мы и не убедили, и еще и ценник у нас был больше, поэтому нам сложнее. Вот эти вот три фактора очень и очень сильно влияют на твои продажи. Казалось бы, много что здесь есть рассказать. Первый пункт можно было бы разобрать, там, на минут 30 рассказывая по отдельности, что нужно сделать в инфографике и прочем. Но это все я уже делал на своем обучении по Озон и дополнительно на своем YouTube-канале. Можешь искать по плейлисту Озон, либо по плейлисту инфографика. Там будет много чего интересного. Поэтому три главных пункта. Оформление для того, чтобы иметь доказательную базу для твоего товара. Платная реклама на Озон, трафареты и продвижение в поиске для того, чтобы получить первые заказы, первые продажи и первую статистику, чтобы потом сделать свою аналитику. И если эта самая аналитика показывает не лучшие результаты, то вернуться на первый этап и начать все заново. А на этом все. Меня зовут Рома Райд. На этом канале я рассказываю про маркетплейс и дизайн для них. Обязательно посмотри мои прошлые видео, подписывайся на этот канал, пиши в комментариях, как ты продвигаешь свои товары в топ. И мы с тобой увидимся уже завтра в новом видео. Пока!